Космические шлемы Вот Александр, не помню, сказал, не сказал, что ваш конкурс, он приурочен, собственно, и к ночи музеев, да, я так понимаю? Конечно, он будет приурочен в день ночи музеев, в 5 часов вечера, финальный конкурс. Вот интересно, по автоматике, это же режимное предприятие, там же ведь ракеты программируют, как туда попадут люди? Ракеты разные есть, есть космические, которые вообще... А есть комиссные, да. Да, не запрещен допуск. Мы уже давно открылись, кстати говоря, для школ, для школьников, для студентов. У нас экспозиции на территории предприятия, где мы всегда проводим экскурсии, знакомы с нашими достижениями и новинками. Поэтому в этот день ночи мы пускаем на предприятие. Правда, это затруднено с точки зрения пропусков. А наша вот выставка, посвященная Европейскому дню музеев, в дневной программе, она будет расположена в вестибюле главного корпуса на Мамино-Сибиряка 145. А в вестибюль можно найти, да? А это открытая территория, без пропусков. Поэтому, да, пожалуйста, приходите. Шпионов не боимся в этот раз. Давайте поговорим. Да, вернуться к конкурсу космических шлемов. Вот еще одна красота, которую мы сегодня видим в нашей студии. Это участники конкурса этого года или это с прошлого года у вас запасы? Конкурс мы впервые делаем. Это первый конкурс. Это у нас несколько номинаций. И фактически вообще эту коллекцию мы собираем впервые. Ну, в прошлый год просто дефиле было, да? Да, дефиле было на конкурсе «Лучший проект года». Мы показывали. В основном это были шлемы Андрея Балангина. У меня есть девчачий вопрос. Что же все-таки это? Вы задаете моду космическую? Либо это, может быть, реальные прототипы, которые, возможно, когда-нибудь заработают по-настоящему? Или реальная мода, может быть, жизненная. Ну, почему нет? Все время приветствующий инопланетян, например, вот такой шлем. Вот, посмотрите, тут, видите, такая ладошка радостная. Ну, вот я зачитаю номинации быстренько, да? Шлем как предмет экипировки космического туриста, тренажер-космонавта, сведоточие результатов космической деятельности как объект индустриального дизайна, как воплощение космического стиля, как головной убор. То есть это может быть все. Может быть, кто-нибудь из технических разработок пригодится? Какая тренировка это будет? Трубочка, да, сверху можно что-нибудь належать. Юля, слушайте, тебе идет это. А желтенький, видишь, прям мой цвет. Да, да, да. Да, сверху можно, например, устанавливать какую-нибудь там бутылку с газировкой и, пожалуйста, чтобы она поступала вовнутрь. Ручка будет в гамбургер подавать. Да, да, мне кажется, отличный план. Далеко от темы. Автор назвал свое произведение «Пчела шлем». «Пчела шлем». «Пчела шлем». Я мирный воин, наверное, так. А давайте тогда про этот шлем немножко. Защита от пчел. Про вот этот шлем поговорим, который Александр у нас уже примерял. Да. Ну, это, конечно, техно. Такой серьезный шлем. Здесь решено много новых технологий по описанию. Значит, это мы все расскажем уже на самом подведении итогов. Автор представил, например, целую коллекцию таких шлемов. Коллекция целая? Коллекция, да. А это основа какая там? Мотоциклитный шлем? Ой, Женя, прости, пожалуйста. О, тут светодиоды. Правда? Да. Там все включается, работает, разговаривает. Там очень много современных технологий применено. А как вы будете выбирать победителя? Мне кажется, вот даже этот и этот шлем просто сложно сравнить. Это такой с юмором, а этот прям звезды и войны. У нас будет команда жюри, да, собранная. И они будут уже на свое усмотрение. И никто не знает, кто победит. Это будет в день, вот, 18 мая. 18 мая. Что смогут увидеть все-таки тот, кто придет в фойе НПО Автоматики? Вот конкретно конкурс космических шлемов будет на улице. Прямо на улице? На открытой территории, да, будет подиум, под навесом. Авторы дефилируют в своих произведениях. Затем будет и профессиональный дефиле еще, так, пока жюри заседает. Вообще в жюри у нас две группы. Техногруппа и арт-группа художественная. Так, техногруппа свои будут изучать направления, изобретения, патенты, какие новшества в этом шлеме. Чисто космическая направленность. Качество скрепления. Может, кому-то и право предприятие. Кстати говоря, вот в этом шлеме проблемы прочности вообще очень серьезно оговоренные. А, то есть можно кататься на мотоцикле или на сноуборде. Да, да, да. На самом деле патентуются. И патенты прям настоящие есть. И поэтому победители будут определяться именно с точки зрения вот в техно-части, да, с точки зрения техновшеств, которые предлагают авторы для реализации. А в музее можно будет увидеть, собственно, историю по автоматике, так понимаю, да? А выставка, которая будет вот в вестибюле, там будет выставка, у нас идет она под слоганом «Ищем новых героев». Это как бы совпадает с тем направлением культурной жизни города, что мы отмечаем грант вдохновенный его героя. И у нас показывает наш герой Николай Семехатов. Значит, это уникальный человек, выдающийся ученый. Так, и, ну, главное, это будет рассчитано на молодежь. И там будут викторины, которые позволят выявить потенциальных героев. И мы зачислили в кадровые резервы. А, так у вас просто тени открыты в дверей. Фактически, да. Ищите себе таланты. Да. Каждые полчаса у нас организованная группа. Кстати говоря, уже все расписано, все школы записались, начиная от 6 класса до 10 класса. В основном школы Октябрьского района, в том числе и наша подшипная знаменитая 110-я школа. В общем, в субботу в НПО «Автоматики» дефиле космических шлемов. У нас сегодня обсуждение с нашими телезрителями. Победитель Дина Гарипова на Евровидении. Вот такая вот герой сегодняшнего дня. Как вы считаете? Я думаю, что верить всегда нужно. Победу. Да, победу. Согласна целиком и полностью. Это как политкорректно, а? Спасибо. Сегодня у нас в гостях были Евгения Скрипов, директор выставочных проектов «Артсферы», и Юрий Дерявин, директор музея НПО «Автоматики». Прямо сейчас напоминаем, что у нас четверг, а четверг – это день кинопремьера. Спасибо.